Новое – это хорошо отремонтированное старое. Зданию автовокзала исполнилось почти 50 лет. За это время коммуникации устарели, обветшали фасады. Однако сейчас здание уже не узнать. Высокие стены, хорошее освещение, большие окна. Начинку заменили почти всю – канализацию, водоснабжение, вентиляцию, электросети. Установили пожарную сигнализацию, систему оповещения и видеонаблюдение. Теперь автовокзал будет отвечать всем требованиям и нормам, уверены специалисты. У нас оборудовано три рабочих места. Одно рабочее место у начальника вокзала, второе рабочее место – пост охраны, и третье рабочее место – это диспетчер вокзала. Камер всего 20, они расположены по периметру вокзала, расположены во всех коридорах и помещениях самого вокзала. Перед началом работы остается установить мебель, смонтировать остатки оборудования, например, рамки металлодетекторов, проверить работу вентиляции. В течение нескольких дней в фойе установят автоматические камеры хранения. В комнате матери и ребенка должны появиться несколько кроватей и шкафов. Для пассажиров, как и раньше, будет работать четыре кассы и одно окно дежурного. Кроме того, в зале должны появиться специальные терминалы, которые помогут покупать билеты по безналичному расчету. Также специальные технологии помогут не только оповещать пассажиров о приближающихся рейсах автобусов, но и выведут эту информацию на экраны. Привыкать к новому месту работы придется и сотрудникам автовокзала. Водители теперь будут отдыхать на втором этаже, потому что одно из их прежних помещений переделали под туалеты, которых теперь на вокзале будет в два раза больше. И кассирам работать будет комфортнее, хотя на первых порах может возникнуть небольшая путаница. У нас поменяются платформы, поэтому нужно будет всем работникам вокзала, а также пассажирам перестроиться на другие платформы. То есть автобусы будут отправляться немножко по-другому, не так, как было это раньше. А из плюсов, я думаю, что это, во-первых, хорошая система кондиционирования, вентилирования, отопления. То есть у нас не будет так, что мы зимой будем замерзать, а летом нам будет жарко. Не терпится попасть в отремонтированное здание череповчанам. По словам работников автовокзала, после того, как строители убрали ограничения на входе, многие горожане пробуют зайти внутрь, через новую, но пока закрытую входную группу. Внешний вид здания пассажирам уже нравится. Ой, раньше так вообще не знаю даже, я внимания не обращала, какой-то такой задрипанный был. Ну а сейчас, вон, смотрю, и внутри там вроде почище что-то делают. Ну сейчас будет хорошо. Хорошая пока, положительная. Посмотрим, какое будет качество этого автовокзала. Мне кажется, он намного симпатичнее выглядит просто вообще. Но главное, чтобы приятно глазам было, а все остальное... Ну это уже дело вкуса, я считаю, что это для каждого по-своему. На время ремонта сотрудники автовокзала гостили в здании железнодорожного вокзала. Переезжать в обновленное здание будут ночью с 30 на 31 октября, чтобы не доставлять никаких хлопот пассажирам. И в 5 часов утра автобусы начнут отходить от родных платформ. Торжественное открытие автовокзала после ремонта запланировано на 2 ноября. Анастасия Хаткова, Сергей Павлов. Новости.